Новосибирск готовится отметить 126 день рождения. В этом году праздновать его будут сразу оба выходных дня, 29 и 30 июня. По всему городу уже можно увидеть билборды с символикой праздника. А в понедельник закроется для автомобильного движения улица Ленина. Это необходимо, чтобы подготовиться к самому необычному событию дня города, международному фестивалю цветов. Будет, конечно же, и фейерверк, да и не один. А еще множество концертов. Праздничные площадки в День города организуют во всех районах города. И все же главные торжества будут на Михайловской набережной и в центре. Причем общегородской праздник проводят не столько за счет бюджета, сколько благодаря спонсорам. Подробно о программе Дня города рассказала Анна Терешкова. Новосибирцы уже ждут Дня города, уже увидели новые плакаты, новый дизайн этого праздника. Он изменился, а изменилась ли концепция праздника в этом году? Ну, естественно, вы знаете, что в том году мы отмечали юбилейный год. Было 125 нашему Новосибирску. И, конечно, за это время наша задача была проанализировать историю Новосибирска. Какой она была. И если вы помните, у нас оформление даже было города в стилистике авангарда, конструктивизма. И сейчас мы хотим идти уже в будущее. И поэтому мы ушли в стилистику именно такого пиксельного оформления, компьютерного, со сдвигами. Как раз мы в Новосибирске проводим первый раз международный фестиваль цветов. На протяжении нескольких лет у нас был как раз ленд-арт-фестиваль, который проходил у нас вот здесь, вот рядом с оперным театром. И вот эти ребята, которые в том числе нам помогали его делать, это наши дизайнеры, это наши флористы. Подготовка, она же занимает не один день. Это будет довольно масштабное действие. Расскажите, с чего оно начнется, когда и где будет проходить? 24 числа мы перекрываем уже улицу Ленина. Устанавливаем палатки. Приезжают наши вот как раз флористы, привозят свои материалы. Значит, открытие мы планируем 29 преддверии дня города в 2 часа дня. И будет работать площадка весь день. А вечером мы планируем, также приглашаем горожан. У нас будет здесь играть и духовой оркестр. Анна Васильевна, а что кроме фестиваля цветов и вот прогулки по улице Ленина предложите в центре Новосибирска именно в день города 30 числа? Во всяком случае, вы удивитесь открытию, которое мы делаем в 12 часов. Я думаю, это будет сюрприз, потому что в этом году мы же все-таки еще отмечаем с вами год театра. И у нас будут такие сцены установлены как раз, что, как говорил мэр города Новосибирска, весь наш город, это большой театр. И по большому счету мы все в нем актеры. Анна Васильевна, но одна из ключевых площадок в этом году, как и в прошлом, это будет Михайловская набережная. Конечно, потому что мы хотим, чтобы как раз на Михайловскую набережную у нас днем будет очень большое молодежное направление, прямо на парке городское начало. Целый день мы будем проводить соревнования по скейту. Там же велосипедисты, там же у нас будут роллеры. А если мы будем подходить к сцене, то, конечно, наш проект, который мы выбираем лучших ребят, молодых, одаренных композиторов, исполнителей. То есть день города, мы всегда хотим показать именно то, чем гордится город Новосибирск. Очень-очень-очень много будет мероприятий, даже здесь, где мы с вами сейчас стоим. И то здесь будет как раз большая площадка, она будет очень креативная, интересная. Поэтому сюда тоже мы приглашаем. Можете гулять по всему городу, и вы где-то обязательно что-то найдете для себя интересное.